Не бывало еще, чтобы события, затронувшие судьбы многих людей, будь то великое открытие, изобретение или, например, война, не обросло бы впоследствии множеством домыслов, слухов и легенд. То же касается и людей, сыгравших важнейшие роли в таких событиях. Не исключением стала и история Томаса Эдварда Лоуренса, британского археолога, офицера, писателя и дипломата, принимавшего участие в антитурецком арабском восстании. За значительный вклад в победу британский офицер получил прозвище Лоуренс Аравийский. Восстание проходило в годы Первой мировой войны. Османская империя была членом блока центральных держав, куда также входили Германия, Австро-Венгрия и Болгария. Британия, входившая в Антанту, оказывала всяческую поддержку восставшим. Восстание началось в июне 1916 года. При поддержке флота Антанты, арабам удалось отбить у турок несколько прибрежных городов. Но дальше события развивались не так гладко. Ситуация хуже некуда. Их боевой задор, если он у них и был, в чем я сомневаюсь, турки с них сбили у Медины гаубицами. Тогда британское командование отправило к арабам военного советника, Томаса Лоуренса. Подсказанная им тактика ведения партизанской войны позволила перерезать пути снабжения турецкой армии и рассредоточить их силы. Позднее отрядам Лоуренса удалось взять порт Акаба. Войну он закончил в 1918 году, войдя в Дамаск во главе британских войск. Эти события подробно описаны им в книге «Семь столпов мудрости», ставшей основой для сценария фильма Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский». Фильм вышел на экраны в 1962 году, а в 1963 году в одном из американских журналов публикуются первые главы романа Фрэнка Гельберта, главным героем которого становится благородный человек, прибывший на пустынную планету и объединивший племена аборигенов под знаменем джихада, целью которого стало свержение жестоких оккупантов. Субтитры создавал DimaTorzok Пока арабские племена не оставят междоусобицы, до тех пор они останутся мелким народом, глупым народом. Прежде чем перейти к сравнению сюжетов двух произведений, оговорюсь, что в данном ролике я не ставлю перед собой задачу определить уровень исторической достоверности, показанных в фильме событий. Такая работа потребовала бы куда более серьезных исследований и имела бы мало общего с темой серии роликов. Мне интересно было проследить, как произведение одного автора может вдохновить другого на создание сюжета, перенявшего некоторые детали, но, несомненно, сохраняющего оригинальность, многогранность и глубину. Личность Томаса Эдварда Лоуренса и его роль в арабском восстании до сих пор вызывают споры. Некоторые моменты, описанные им в книге «Семь столпов мудрости», подвергаются сомнению историками. Что же касается фильма Дэвида Лина, то мемуары Лоуренса стали лишь основой для сценария. Некоторые события не показаны, некоторые изменены в угоду зрелищности и ради повышения динамичности сюжета. Личности самого Лоуренса тут придан куда больший вес. Тогда возникает логичный вопрос, почему я провожу сравнение сюжета романа Дюна именно с сюжетом фильма, а не с сюжетом книги Лоуренса. Дело в том, что заимствования Герберта коснулись только основного сюжета. Все главные события этой истории содержатся в фильме, а своей эпичностью, драматизмом и несколько завышенным значением роли самого Лоуренса фильм напоминает объект заимствования куда больше, чем мемуары британского офицера. Лоурен Саравиский получил 4 золотых глобуса и 7 Оскаров, в том числе и в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». Главную роль исполнил Питер О'Тул, а Шерифа Али сыграл Амар Шариф. Это была первая англоязычная роль египетского актера. Поистине для некоторых предначертано лишь то, что они сами начертают. Даже спустя более 50 лет после выхода картины фильм не устарел. История, рассказанная в нем, интересна. Созданные актерами образы далеко не поверхностны. И это в первую очередь касается образа главного героя. Можно отметить также отличную операторскую работу и замечательный саундтрек. Так что если вы еще не знакомы с картиной Дэвида Лина, то рекомендую ее к просмотру. Первое, с чего стоит начать сравнение, это место действия произведений. Упоминаемые в мемуарах Лоуренса города Янбу и Акаба, это территории современных Саудовской Аравии и Иордании, соответственно. Именно в Иордании, кстати, проходили съемки дюны Дэни Вильнёва. И Лоуренсу в своей книге «Илину» в фильме удалось показать пустыню разной. Величественные горы, спасительные колодцы, оазисы. И кажется абсолютно безжизненная пустыня «Большой Нефут». «Нефут нельзя перейти». «Я перейду, если ты перейдешь». При том, что все основные действия романа Герберта происходят на пустынной планете, заимствованием это назвать можно лишь с большой натяжкой. Ведь в свое время на него произвело большое впечатление то, как экологи пытаются побороть распространение пустынь в штате Аризона. Именно тогда тема пустыни сильно увлекла его. В обоих произведениях место действия подробно описано и имеет важнейшее значение для сюжета. Отмечаются сложности, с которыми сталкиваются иностранцы при нахождении в засушливом климате. Приспособленность аборигенов, бедуинов и фрименов, соответственно. Был ли скопирован полуатрейдес с Лоуренса? Нет. Это два совершенно разных героя. И объединяет их только прибытие в чужую страну и некоторое превосходство над аборигенами. Так как оба героя – это представители более развитых цивилизаций. И если Лоуренс отправляется к арабам, выполняя приказ командования, то становление пола как лидера фрименов происходит в результате череды трагических событий. Характеры героев также радикально отличаются. Лоуренс – это свободолюбивый авантюрист. В одной из посвященных ему статей он охарактеризован как хитрый, ловкий, самоуверенный, дерзкий, мечтательный и надменный. В начале фильма Лоуренс показан скорее как человек, находящийся не на своем месте и жаждущий опасных приключений. Лишь два вида созданий могут получать удовольствие от пустыни – бедуины и боги. Это будет забавно. Пол Атрейдес – это представитель благородного семейства, получивший прекрасное образование и воспитание, прошедший подготовку у мастеров своего дела. И хотя ни хитрость, ни ловкость, ни самоуверенность также не чужды молодому Атрейдесу, одними из самых важных его качеств стали сдержанность и невероятный самоконтроль. Различен и возраст персонажей. Полу в начале романа 15 лет. Лоуренсу на момент присоединения к силам восставших 28. Но при стольких различиях имеются и интересные общие детали. Помните испытание Пола кубом агонии? Твоим инстинктом будет убрать руку из коробки. Если ты это сделаешь, ты умрешь. В самом начале фильма Лоуренс Равиский главный герой пальцами тушит спичку. Другой офицер пробует повторить трюк, но обжигается. Больно-то как? Разумеется, больно. А в чем тогда хитрость? Хитрость Уильям Поттер в том, чтобы не обращать внимания на боль. А вот эта сцена вполне могла стать прародительницей знаменитой летании против страха. В тебе нет страха, англичанин? Мой страх касается только меня. Истинно так. Возросшее влияние Лоуренса потребует нанять телохранителей, ведь турки назначили за его голову огромную сумму. Телохранители появляются и у Пола. Они набираются из числа наиболее верных и умелых воинов. Федайкинов. И Лоуренса, и Пола туземцы считают пророком. Пола по вполне объективным причинам. Он и вправду умеет предсказывать будущее. Лоуренса за его лидерские качества. Для них он также человек, для которого ничто не предначертано. В какой-то момент Лоуренс так вживается в отведенную ему роль, что и сам начинает верить в свое высшее предназначение. Они считают его чем-то вроде пророка. Они считают, или он считает. Еще одно сходство произведений в том, что события, происходящие с героями, навсегда изменяют их. Тут важно отметить принятие героями другого имени. Пол Атрейдес становится Полом Муадибом, а для Фрименов из Ечитабор — Усулом. И это прямая аналогия с фильмом «Лоуренс Аравийский». Но если Лоуренс, поверивший в свои фантазии и заразивший своей верой арабов, в итоге разочаровывается в себе и в пройденном им пути, то Муадиб на самом деле становится мессией. Хотя это не спасает его от разочарования. Победа не принесет счастья ни одному из героев. После свержения императора, Пол вынужден будет устроить джихад, унесший миллиарды жизней. А изменившийся, познавший ужасы войны Лоуренс вручит плоды своей победы куда более влиятельным и хитрым людям, далеким от идеи дать арабам независимость. Само собой, некоторые параллели можно провести и между бедуинами и фрименами. Верблюды бедуинов — корабли пустыни, позволяющие им быстро перемещаться и проводить стремительные атаки. Превратились в линкоры или даже в дредноуты пустыни у Герберта. Огромные песчаные черви стали транспортом фрименов и сыграли немаловажную роль в финальной битве против сардукаров императора. Схожи и методы войны. Лоуренс уничтожает пути снабжения турок, ведет партизанскую войну. То же самое делает и Муадиб, до решающей битвы при Аракине. Следующая цитата из книги Лоуренса вполне могла бы подойти и для описания действий фрименов. Арабская война являлась географической войной, а турецкая армия была скверно организована. Самые крупные наши силы — бедуины — не привыкли к правильным операциям. Но их преимуществами были подвижность, гибкость, самоуверенность, знание местности и разумная отвага. Благодаря им раздробленность становилась нашей силой. Среди отличий можно отметить, что фримены у Герберта стали высокоорганизованным народом, насчитывающим десятки тысяч первоклассных воинов, имеющим свое производство, объединенным общей целью и только и ждущим, когда его возглавит главный герой. По сути, идеальная армия без командира. Бедуины и по воспоминаниям Лоуренса, и в фильме, конечно, далеки от образа такой идеальной армии. Понимаете ли, лейтенант Лоуренс, мой народ непривычен к взрывчатым веществам и машинам. Отсутствие современного вооружения, дисциплины и многочисленные старые конфликты между племенами не позволяли сколотить силу, способную долгое время противостоять регулярной армии. Но для ведения партизанской войны небольшие мобильные отряды очень хорошо подходили. Пустыня — это океан, и в этом океане Беду отправляются куда им вздумается и наносят удар, где им вздумается. Антагонисты в фильме Лоуренс Аравийский практически не показаны. Мы можем судить о противнике только по паре эпизодов, демонстрирующих их жестокость и не самые высокие военные качества. Но даже в этих эпизодах можно найти моменты, использованные Гербертом при создании своего главного отрицательного персонажа — барона Владимира Харконина. Сцена с пленением Лоуренса и его разговора с турецким офицером, сначала проявляющего к нему интерес, «У тебя очень нежная кожа». а затем с удовольствием наблюдающим, как его пытают. Наталкивает на мысль, что свои сексуальные наклонности и тягу к садизму барон Харконин вполне мог получить благодаря этому персонажу фильма «Лоуренс Аравийский». «Я жив!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Итак, подведем итог. Освободительная борьба народа под предводительством чужестранца, проникшегося местной культурой. Религиозная подоплека этой борьбы. Изменения, происходящие с героями. Партизанская война. Победа и неоднозначный финал. Все это и многие другие, менее значительные детали присутствуют в обоих произведениях. Пророки и пророчества. Предопределенность и воля человека. Вот немаловажные темы обоих произведений. Их можно охарактеризовать как повесть о человеке, заигравшемся в пророка, и роман о пророке, заигравшемся с пророчествами. Конечно, все перечисленные совпадения это не повод для обвинений Герберта в плагиате. Ведь мемуары британского офицера стали лишь одним из источников вдохновения для Герберта. Среди которых, например, куда более важное место занимает творчество Шекспира. Но можно предположить, что если бы история Томаса Эдварда Лоуренса не была изложена им в книге «Семь столпов мудрости» и не стала настолько популярной, то и у Герберта было бы на один источник вдохновения меньше. А сюжет романа мог бы измениться. А так как без Дюны в том ее виде, что мы знаем, вполне вероятно, не были бы рождены две популярные фантастические вселенные, то историю Лоуренса вполне можно назвать исключительно важной для мира современной фантастики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok